Если вы смотрите это видео, вероятно, вас интересует, как создать свой собственный YouTube канал и накрутить подписчиков. Как сделать так, чтобы вас смотрели, чтобы вы были популярны и, конечно же, чтобы вы получали свою аудиторию. Это довольно-таки трудоемкий процесс и мы на своем собственном кейсе расскажем, как получить 10 тысяч подписчиков, вкладываясь в собственный контент и как сделать эту аудиторию максимально лояльной. Поэтому оставайтесь с нами, я расскажу, как набрать 10 тысяч подписчиков благодаря только информационному контенту. Поехали! Итак, раз вы на этом канале, вероятнее всего, вы, возможно, нашли это видео случайно, либо вы являетесь нашей аудиторией, вы являетесь подписчиками нашего канала. Если в первом случае, то сработал эффект поисковой оптимизации. То есть мы сделали часть работ, которые нужны для того, чтобы привлечь подписчиков благодаря поиску. Поиск в YouTube работает достаточно просто. Вы можете получать трафик разными методами. Во-первых, поиск на YouTube работает достаточно просто. Вы можете вбить любой запрос, например, вот Google AdWords, и в выдаче увидеть те ролики, которые вы оптимизировали. То есть вы увидите немножко тут выдача отличаться. Может, это за счет плагина VidaIQ Pro, которым мы активно пользуемся. Плагин очень удобен. Как вы видите, я занимаю первое место. Вы можете сказать, ну окей, Николай, а возможно, это неверно. Тогда нужно проверить обязательно инкогнито. В инкогнито заходим на YouTube и делаем то же самое. AdWords. Ну мы видим, мы все равно на первом месте. Мой ролик, который уже 10 месяцев, 64 тысячи просмотров, до сих пор находится в топе. Как я это сделал? А давайте вместе изучим. Смотрите, для того, чтобы продвинуть ролик в топ, вам необходимо сделать ряд определенных действий. Про них я рассказывал в своих видео. Если вы зайдете на наш канал, у нас есть ролик по оптимизации YouTube видео. Как это сделать? Заходим на наши видео и ищем ролик по оптимизации в YouTube. Он достаточно простой. В принципе, я рассказывал здесь очень в простых секретах, как оптимизируется ролик. Ролик снят в формате видео с экрана. Вы можете это увидеть. Он рассказывает про работу с тегами, по добавлению тегов, по доработке тегов. Здесь я все рассказываю с нуля, как это делается. Вы можете это увидеть. В целом ролик простой. Ссылочку я оставлю в описании. И в итоге, как я ролик, который плохо продвинут, вывожу в более высокие позиции. Трюк простой и неплохо работает. То есть, в принципе, вы понимаете, что есть понятие поиска оптимизации. И вы можете сделать ряд комплексных работ, для того, чтобы ваш ролик зашел в топ. Например, с роликом Google AdWords так и произошло. Посмотрим сейчас реальные цифры. А реальные цифры таковы. Если мы зайдем на мой ролик Google AdWords, зайдем в него непосредственно в статистику. Нам не нужно его смотреть. Мы посмотрим аналитику этого ролика. Нужно чуть подождать, потому что YouTube не самый быстрый. Это уже новая YouTube аналитика. И мы можем выбрать с момента загрузки, как он себя ввел. Как мы видим, что подписчики этот ролик давал более-менее с определенной долей стабильности. Время просмотра ролика приходилось больше всего на первый промежуток времени. Просмотры точно так же на первый промежуток времени. Поэтому, кстати, мы сейчас находимся на новой версии. А нам можем зайти на старую творческую студию и посмотреть, как она выглядела в старой. В частности, этот ролик. Вот, 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 вот. И давайте посмотрим источники трафика. И вот мне этот отчет нравится даже больше, потому что он более, мне вот как-то более нравится в плане информативности. И давайте посмотрим на первый год этого ролика, как он себя ввел. Ну, мы можем его растянуть еще больше. Обратите внимание, зеленая – это реклама на YouTube. Я, конечно же, настраивал рекламу на этот ролик для того, чтобы получить наибольшее количество просмотров. Но эффекта этого довольно совсем немного. Но для мертвого канала однозначно реклама работает хорошо. Поэтому траты мои на рекламу, они, конечно же, в будущем окупились. Да, я прилично тратил на рекламу в этот ролик. Я делал первый таргетинг. Здесь я ошибся очень сильно с детской аудиторией. Вот в этом маленьком пике. Я в итоге отключил рекламу, потом я переработал и крутил ее, как вы видите, довольно долгое время. То есть, если мы нажмем реклама на YouTube, она крутилась довольно долго. Мы этот ролик регулярно прокручивали в рекламе и прекратили буквально не так давно. То есть, ну как не так давно, в мае месяце мы его в рекламу больше не пускали. Ролик, конечно же, получал трафик из внешних источников. И вот здесь и кроется секрет. Собственно, сам поиск на YouTube, само собой, аналогично. Он, видите, очень быстро выстрелил в начале, потом потихонечку сполз. Почему? Потому что надо будет снять новую версию. Он начал сползать в позициях. Но на внешних источниках у него ситуация обратная. Он до сих пор растет. Кстати, очень тормознутый, конечно, интерфейс. Но нас это не волнует. Мы заходим в внешние источники во внутрь. И во внешних источниках находится как раз поиск в Google. Вот мы можем посмотреть. Поиск в Google этому ролику дает ту самую долю огромных просмотров до сих пор. То есть, что это значит? А это значит, что если мы спросим Google AdWords в Google, он будет с определенной долей вероятности здесь. Просто в топе. То есть, фактически, вот Юлия Курилова, кстати, канал, который ведет мужчину. И мы занимаем вот этот самый топ. Вот он, собственно, и дает свои просмотры. Час сорок, большой гайд. Вот он и привлекает всех новичков, кто хочет изучить эту тематику. Не отстает и Яндекс. Кстати, можно посмотреть его непосредственно. Ну, как не отстает? Он эпизодический. Собственно, и как вы видите, есть определенный трафик из Facebook. Но, я бы так сказал, вот здесь у нас был пик трафика. Это когда нас опубликовал один тренинговый центр этот ролик. И он начал давать, ну, довольно-таки, много просмотров. Ну, много сказать, это к красивому словцу. Но, на самом деле, как вы видите, основной источник оказался Google. То есть, мой ролик я умудрился продвинуть за счет поисковой оптимизации. Итак, следующее, что мы будем рассматривать, это, конечно же, позиции вашего ролика. Позиции ролика в YouTube оценить достаточно непросто. Но, для этого есть простые трюки, и мы сейчас о них поговорим. В первую очередь, вам однозначно нужно обзавестись каким-то плагином для YouTube. В первую очередь, это плагин, который позволяет сразу смотреть и теги, и позиции. Это vidIQ. Также есть аналогичный плагин TubeBuddy. Какой из них выбирать, уже дело за вами. Итак, посмотрим реально позиции YouTube ролика. Как их можно посмотреть, и как они работают. Конечно же, давайте перейдем на наш канал, и посмотрим, какие ролики у меня в данный момент сейчас есть. В первую очередь, давайте возьмем ролик, вот один из недавних, который мы загружали, и посмотрим его позиции. Смотрите, позиции изначально никто не видит. То есть, если зайти на ролик просто инкогнитом, или вообще просто обычным, вы позиции ни у одного конкурента не увидите. Без плагин никак. Более того, в бесплатной версии вообще это невозможно. Платная версия однозначно нужна. Поэтому, если у вас есть свой собственный YouTube канал, и вы планируете его продвигать, обязательно себе проплатите соответствующий плагин и работайте с ним. Если же у вас нет времени этим заниматься, ну отдайте все в работу студии. Например, можно нам, при желании, можно любым другим ребятам, либо своим наемным сотрудникам. Если вы пользуетесь какими-то плагинами для YouTube, напишите обязательно в комментариях. Мне было бы интересно узнать, какие плагины вы любите больше. Можем даже устроить некий такой батл, какой плагин лучше. VidIQ, ну сервис VidIQ, TubeBuddy или какой-то другой. Обязательно напишите в комментариях. Давайте эти моменты обсудим, донесем до общественности, какой плагин лучше на сегодняшний, на 2019 год. Итак, поехали. Позиции моего ролика, которые я недавно совсем загрузил, они достаточно высоки. И вы можете увидеть, что чем меньше значение, тем лучше. Некоторые ключи, допустим, SEO-продвижение 2019, SEO-2019, он вообще занимает довольно-таки неплохие строки. Как это сказывается? Конечно же, можно посмотреть YouTube-аналитику этого ролика и глянуть, как позиции влияют на его просмотр. И, конечно же, мы можем видеть такую классную кривую просмотром и посмотреть вот источники трафика. Единственный момент, что здесь для того, чтобы посмотреть полноценно в новой версии, приходится заходить вот в такие не самые удобные сервисы. Ну, можем посмотреть и так. С момента загрузки источник трафика. И мы видим, где больше всего приходилось просмотров. Разделы, где можно смотреть видео. В первую очередь, конечно же, это видео смотрят непосредственно наши подписчики. И вы увидите, что подписчики, конечно, здесь работают гораздо больше, чем на том старом видео, которое мы смотрели до этого. Если мы посмотрим, второй был реклама на YouTube. Потом рекомендуемые видео. И потом только внешние источники. То есть, фактически, поиск на YouTube и внешние источники вот находятся здесь. То есть, они дали определенную долю просмотров. То есть, мы можем посмотреть это в гистограмме удобной формы. Нет, sorry, будем нормально смотреть по дням. Ну, и давайте по времени просмотра. То есть, это наш ключевой параметр не количество просмотров, а реальные просмотры в минутах. То есть, сколько минут сидели на ролике. То есть, как мы видим, внешние источники дали вначале очень много. И что это были за внешние источники? Давайте посмотрим. Это, конечно же, Google Search. Google Search дал вначале очень большой буст для этого ролика. Но потом он свалился. То есть, мы видим, что Google Search работал очень неплохо, но потом ушел. Что же это значит? Это значит, что, в принципе, это не всегда срабатывает, что только Google будет давать вам трафик. Если же вы продвигаете свой ролик, Google не сразу будет вам давать трафик. Поэтому вы должны этот момент учитывать, что часть роликов вам может приносить Google трафик, а часть ролика вы будете получать другими методами. Этот ролик создан именно другим методом. Он создан не с целью покорить Google трафик, а с целью, чтобы занять позиции. Поэтому, когда вы хотите продвинуть свой канал и набрать огромное количество тысяч подписчиков, вы должны выбирать стратегию продвижения контента. В первом случае, по моему ролику Google AdWords, эта стратегия была Google. Я вбивал запросы, смотрел, какие запросы генерируют показы видео и смотрел, какие ролики в топе. То есть, давайте вспомним, вернемся еще раз. Это значит, что я вбивал запрос Google AdWords и смотрел, что есть ролики в выдаче. Если бы роликов в выдаче не было, вот этот был ролик, я даже помню, вот этот был ролик и вот этот был ролик, я бы ролики не снимал, но так как здесь в выдаче были ролики, я понял, что есть смысл снимать. Например, Яндекс.Директ. В выдаче есть ролики. И точно так же, раз был ролик, два был ролик, три был ролик. Я снял свой ролик и он до сих пор сидит здесь. Он сидит в топе, потому что он лучший, самый длинный и самый полный. Что это значит? Первая стратегия. Пробиваете все запросы в Google, смотрите, по каким запросам идет показ видео, смотрите эти видео, смотрите, по какой структуре они сняты, что они рассказывают в ролике, про что они говорят. Снимаете то же самое, только лучше, длиннее и понятнее и свежее. Помните, ключевые показатели съемки информационного видео. Во-первых, вы должны понимать, с какой целью вы собираетесь привлекать трафик. Первая цель это трафик из Google, из Яндекса. Это поисковый трафик. Как я еще раз объясню, ищите запросы, смотрите, по каким запросам генерируются видеоподсказки. Здесь вам может помочь серпстат, например, или очревс, который показывает, по какому запросу идет показ видео. Как это сделать? Смотрим внимательно. Заходим непосредственно просто сейчас в серпстат. Заходим в серпстат. Так, извините. Логинимся в него. Вот, и вбиваем, допустим, Google AdWords. Вот наши ключевые слова. И здесь пользуемся фильтром. В первую очередь нам нужно отфильтровать те запросы, по которым генерируется видео. То есть, наверное, перевод не нужен. Здесь надо не Search Volume, а Special Elements in Serps includes. Он очень тормознутый, последнее время стал. Вот, и наша задача найти те самые Video Thumbnail и Apply Filter. И вот вы видите запросы, по которым однозначно выводились видео. То есть, вы можете выловить любой высокотрафиковый ключ, а не отсортированный по трафику, и снимать ролики. Как вы видите, единственный момент, по запросу Google AdWords, оно не выводит thumbnail видео, хотя на самом деле оно есть. Мы только что это проверили. Поэтому сервисы могут очень сильно подводить. Учтите это обязательно. Но вы понимаете, что по ряду сервисов, например, экзамен Google AdWords, видео есть. И вы можете снять свое видео и фактически собирать свой собственный трафик. Снимите свое видео по запросу, экзамен Google AdWords, как его проходите, что нужно знать, что нужно подготовиться и, возможно, сместить. Как сделать это? Снимайте видео длиннее, чем этот первая троица. То есть, видите, что в среднем видно 23 минуты, 18 минут, 7 минут. Снимите ролик на 30 минут в среднем. Расскажите, как делается экзамен, что нужно рассказать, чему нужно подготовиться. Видите, даже есть по 39, есть большие часовые экзамены. Но я не знаю, стоят ли часовые. Обычно люди, которые пытаются смухлевать на этом экзамене, они просто текстовую версию гуглят. Но следует обратить внимание на этот момент тоже. То есть, курс Google AdWords, пожалуйста. Видеоэлементы. Раз, два, три. Видите? Как это работает? Все очень просто. То есть, для продвижения по поиску нужно собрать ключи, продвинуть свое видео, заточить его, как я рассказал в начале ролика, под поисковые запросы, заточить заголовок, заточить обязательно описание, заточить теги. Для того, чтобы это сделать, я снимал соответствующее видео. Ссылочка будет в описании. Посмотрите его обязательно. В этом видео я рассказывал, как меняются теги, как меняются заголовки. В принципе, это очень все просто и не требует никаких повышенных сложностей. Теперь переходим к другому виду видео. Другой вид видео. Это то видео, которое мы сейчас рассматривали. Это вот, что работает все или нет. Вы видите, что оно получает трафик из других источников. Это разделы YouTube, в которых можно смотреть видео. Это значит, что мое видео вышло на главной странице YouTube. Оно показывалось просто, когда вы заходите на YouTube. То есть, вы находитесь на YouTube и, пожалуйста, вы видите вот эти первые ролики, которые вот здесь отображаются. Это и есть главная страница. Для того, чтобы попасть на главную страницу, вы должны попасть в несколько одновременно целей. В первую очередь, ваше видео должно хорошо просматриваться. Это раз. То есть, вы должны снять ролик, который хотят смотреть. У моего ролика достаточно длинное время просмотра, как оказалось. Второй момент, вы должны обратить внимание, что ролик должен быть четко заточен под популярные видео, которые смотрит ваша аудитория. То есть, когда вы снимаете в таком случае ролик, вам плевать должно быть на конкуренцию, на забитую выдачу. Вообще, на этой вещи вам должно быть абсолютно все равно. То есть, конкуренция в YouTube – это просто бред. Про это не надо париться. Если уже снято 10 роликов, снимите 11-й, ну пусть он будет лучше. Если про это существует 2 ролика, снимите 3-й обязательно. И более того, вы можете снять 5 роликов про одно и то же. Я так сделал и до сих пор грибу кучу трафика за счет этого. И подписчиков за счет этого. Постарайтесь рассказывать каждый раз разное. Но затачивайте ролики, подать одни и те же ключи. Это можно. YouTube это позволяет делать. Это не Google, где есть понятие каннибализации. В YouTube нет понятия каннибализации вообще. У YouTube свой алгоритм ранжирования. Он дает приоритет роликам, которые лучше всего смотрят, которые приоритетнее всего смотрят. И если какой-то контент люди смотрят, а вы создали похожий YouTube, его покажут именно на главной странице. И этот мой ролик показывался на главной странице. То есть, если вы посмотрите, у него довольно неплохие показатели, показы на главной странице были. Он как только вышел, дал огромную львиную долю просмотров в первый период. Как видите, период огромный. Но стоит не забывать, что этот период заканчивается. То есть, если же мы видели, что в первых роликах судьба есть, а не ролики долгожителей, они могут жить годами. То ролики, которые выходят в тренд на топ, они живут не долго на главной странице. Они живут вот короткий период. Многие говорят вот 28 дней. Так оно и есть. 28 дней и ролик свалился. То есть, если вы посмотрите, большая часть просмотров за последние дни, то есть за последние 7 дней, это рекомендуемые видео. То есть, он вошел в рекомендуемые и начал показываться. Что такое рекомендуемые видео? Это когда вы смотрите любой ролик. Там зайдем сейчас на любой ролик, к примеру. Так, ну давайте там что-нибудь найдем такое неполитическое. Давайте SEO зайдем. Вот, допустим. О! У нас уже почти нет по запросу SEO. Ну, ничего страшного, мы заявляем себя в SEO 2019. По этому запросу мы еще были. Пожалуйста, зайдем в один из наших роликов и посмотрим рекомендации. Следующее видео сделай все сам. Как вы видите, вот промо-пульт получает 36 тысяч просмотров просто за счет этого ролика, который оптимально заточен под наши ролики. Теперь, если так же мы зайдем на промо-пульт, следующий ролик будет, как провести SEO-аудит самостоятельно того же промо-пульта. Обращайте внимание на те моменты. Ролики иногда могут принадлежать одному и тому же каналу, могут мелькать. То есть, здесь все зависит от того, насколько вы качественно сделаете серии про одни и те же ключи. Выбор следующего видео обычно связан с тегами. Чем больше теги заточены друг под друга, тем лучше. Оно и подбирает по этой тематике. Следующий, видите, вот по поведению фактически формируется. Следующий вот урок 1, потом идет урок 2, потому что заголовок примерно сохраняется, оно и подбирает. Потом идет ролик Сергея Кокшарова на SEO-профи. То есть, вы видите, этот алгоритм работает по-своему. Более того, вы даже не можете точно предугадать, как он будет работать. В этом плане YouTube дает постоянно более свежий формат подходов, разделов, в которых можно смотреть видео. Рекомендации вот же, еще все выводятся здесь. Вот вы смотрите, все рекомендации вы видите внизу. И вот ролики, ваши ролики, вашего канала могут выбиваться в рекомендациях, и это нормально. Поэтому, если вы будете оптимизировать видео, у вас будет два пути развития. В первую очередь, это долгоиграющее продвижение по поисковым запросам. Здесь цель – высокий трафик. Вы смотрите запросы с высоким значением трафика, и которые генерируют подсказки в YouTube. И снимаете материалы лучше, чем у конкурента, которые видны в этом маленьком топе. И второй вариант – это продвижение по рекомендуемым видео, когда вы снимаете ролики, которые однозначно имеют заточенные под какие-то ролики, которые вы выбрали. Да, кстати, чтобы их создавать, вы должны выбирать те ролики, которые имеют максимальное количество просмотров, то есть 50 тысяч, 100 тысяч просмотров оптимально. И старайтесь снять про то же, что рассказывали они в своем стиле для своей аудитории. Обязательно попытайтесь рассказать то же самое, и, возможно, старайтесь всегда перещеголять и рассказать лучше, чуть-чуть свежее. Находите ролики, которые где-то не два месяца, а где-то полгода, год, вот они уже вот в этом плане устаревшие. Но у которых огромное количество просмотров, то есть там тысячи просмотров. Вот оптимально 50 тысяч, вот больше 50 тысяч, вот можно работать с таким материалом. Находите такой материал, снимаете ролик, рассказываете про то, что я говорил о свежей актуальной информации, так, чтобы это было интересно. Все недостатки предыдущего ролика старайтесь затереть, то есть рассказать только то, ну, гораздо лучше, чем он. И тогда вероятнее всего, что вы сначала выпадете на главной странице YouTube, а потом будете долго-долго выпадать в рекомендациях. Все зависит будет от того, насколько ваш ролик классный. И во второй стратегии есть один маленький минус, ролики нужно снимать часто, потому что если в первой стратегии можно снять 5-6 роликов, и они будут до сих пор давать вам огромное количество просмотров, то по второй стратегии ролики придется снимать часто. В первых роликах нужно вкладываться в контент гораздо серьезнее, очень серьезнее, потому что ролики долгожителей, нужно делать так, чтобы их хотелось смотреть, ими хотелось делиться, вкладываться в монтаж, вкладываться в контент. то во вторых роликах вы можете дать чуть-чуть слабинку и рассказывать более свежим языком, более просто, то есть как делают это в принципе топ-блогеры. Все известные блогеры, которые вообще практически не парятся с дизайном, не парятся там с контентом, не парятся делать какие-то учебники, а просто делать информацию, которая актуальна здесь и сейчас, они вылетают на главные, вылетают в рекомендациях, а потом их ролики вы можете найти только при помощи поиска. А те ролики, которые вылетают в рекомендациях и становятся вирусными, они попадают в тренды. По поводу попадания в тренды есть множество методов серой накрутки, но в целом Google и Яндекс, господи, Google, YouTube с этим борется и по факту YouTube скорее всего в будущем это все заблокирует и вы вряд ли попадете в рекомендуемые видео просто так, то есть именно в тренды. В тренды попадают в основном все, я заметил сейчас только крупные каналы, ну и конечно блогеры-миллионники. Блогеры-миллионники рискуют попадать в тренды регулярно, но не все. Я смотрю, что блогеры, которые попадают в тренды, не всегда залетают туда какие-то известные. Тренды еще бывают российские, украинские, других стран, они тоже по странам делятся, так что следует не забывать, что в тренды вы можете попасть как попало. Что это значит? Для того, чтобы насобирать подписчиков, вы должны создавать видео-контент. Я рассказал две успешные стратегии, которые мы опробовали на себе, вы можете их применить, если у вас возникают трудности, вы можете нам написать, мы составляем стратегии для продвижения YouTube канала, рассказываем как снимать ролики, рассказываем как делать анализ конкурентов, как подбирать ключи, допустим, как посмотреть ключи конкуренты канала, это довольно-таки не просто, но трюк есть, как можно взять самых топовых видео ключи, собрать по ним видео подсказки и действительно начать снимать ролики уже здесь и сейчас. То есть на эти вещи можете смело нам написать, у нас контакты будут написаны в описании, мы этим и занимаемся, это наш основной профиль. Если же вы собираете, создаете какой-то другой тип видео-контента, допустим, другими методами продвигаетесь, например, через социалки или какие-то другие методы используете, расскажите нам обязательно, потому что, например, мы пробовали продвижение разными методами, социалками, например, все происходит с точностью не так, как хотелось бы, вы можете заниматься таргетингом в социалках, но вы будете получать крупицы трафика, что не есть эффективно, то есть вообще неэффективно. Гораздо выгоднее уже заплатить в Google Adwords, сделать рекламу в YouTube и получить те же самые заветные просмотры подписчики просто за счет рекламы. Это работает гораздо эффективнее, чем ретаргет делала через соцсети. Проверяли, очень плохо работает, с Facebook в частности. Другие соцсети проверяли, ну как бы узнаваемость есть, растет, то есть люди там лайкают, там общаются, но их так мало на самом деле, что в больших цифрах, если говорить, Facebook сдирает гораздо больше денег, чем вы получите в итоге реальных подписчиков. Если же у вас получается обратное, расскажите нам обязательно, потому что если вы используете, конечно, какой-то раскрученный паблик, где публикуете ваши видео, то там, вероятнее всего, вы получите те самые заветные подписки и просмотры, потому что огромная аудитория, возможно, увидит, действительно там повзаимодействует. Но если вы будете пробовать, говорится, своими силами двигаться через рекламу Facebook, мы пробовали, у нас не совсем это хорошо получается, хотя мы пробовали все как положено, то есть даже находили нашу четкую аудиторию, которая реально заказывает, реально делает лиды, но она очень плохо смотрит ролики. И еще очень важно, как сделать так, чтобы ваши подписчики стали вашими покупателями? Это очень интересно, потому что вы все знаете, что никто не любит в YouTube, чтобы кто-то что-то продавал. Мы, например, в своих роликах практически стараемся не продавать наши услуги. Да, мы оказываем услуги, вы знаете, вы можете зайти на наш сайт, мы занимаемся SEO-продвижением, контекстной рекламой, оптимизацией YouTube-каналов, настройкой таргетинга в соцсетях. Это наш основной профиль, линк-билдинг, такие вот вещи. Это наш основной профиль деятельности. Но в роликах мы стараемся рассказывать, как это делается, донести, что нельзя делать, донести, какими инструментами лучше пользоваться и помочь владельцу сайта, будущему SEO-оптимизатору, будущему контекстологу, чтобы он смотрел наши материалы, как информационную подоплеку, то есть фактически имел информационный базис, благодаря нашему контенту. Поэтому, когда вы создаете свой YouTube-канал, не пытайтесь в нем продавать, попытайтесь рассказать. Рассказать, ну, например, про товары, которые у вас есть в магазине, просто про них рассказать, что это такое. Не пытаясь лепить ценник в углу, где купить, как продается. Попытайтесь рассказать, что это такое. Вы можете намекнуть, что можно зайти на наш магазин, там выбрать, посмотреть, там ссылка на товар, там, например, такая-то, к примеру, да, мы сегодня обозреваем вот это, вот это. Но в ролике не пытайтесь продавать, в ролике пытайтесь рассказать, расспросить. Помните, что очень важные факторы ранжирования в YouTube-е, это в первую очередь комментарий, во вторую очередь это уже взаимодействие, типа лайки, дислайки. Комментарий самый важный фактор ранжирования. Никогда не отключайте комментарии под своими видео. Даже если вас будут хейтить, даже если вас будут там ругать за неправильно созданный контент, обязательно оставляйте комментарии, если вы хотите продвигать YouTube-канал. Если же вы хотите создать просто рекламный имиджевый ролик, который будет продвигаться через Google Таргетинг, ну, через Google Ads, да, там, допустим, будете крутить ролик, то наоборот, закиньте этот рекламный ролик закрытым, по закрытой ссылке, чтобы просто пользователь увидел рекламу, а при клике на эту рекламу попадал на ваш сайт, вообще не видя ваш YouTube-канал. Более того, пользователь, когда зайдет на ваш YouTube-канал и увидит там сплошные рекламные видео, он на него подписываться не будет. Зачем ему подписываться на канал, на котором только одни рекламные ролики? Ко мне иногда обращаются пользователи, говорят, я хочу продвинуть YouTube-канал. Я захожу на эти YouTube-каналы, а там, извините, меня просто два-три ролика по три-пять минут, на которые просто нечего смотреть. То есть, у них просто нет контента. Из-за этого, конечно же, такие ролики, ну, нет смысла двигать. То есть, что бы вы не делали, эти ролики просто не работают. Вы будете тратить время просто на попытку объяснить, что вам нужно создавать контент, вот ваши конкуренты, вот есть потенциальные ниши для получения контента. Вы будете рассказывать, что вот здесь можно снять так, здесь можно снять так, здесь можно выбрать тему, например, здесь можно рассказать, здесь можно показать. Но, когда ты понимаешь, что заказчик не планирует снимать ролики, а хочет оптимизировать те свои несчастные три фрагмента, которые он заплатил денег и снял, то понятно, что, ну, это путь в никуда. Поэтому, когда вы хотите получить на канале, там, тысячу, первую тысячу своих подписчиков, которые, вот, первая тысяча подписчиков, да, это самая трудная тысяча. Поверьте мне, после первой тысячи мы с легкостью набрали две. Просто, вот, если смотреть по темпам, первую тысячу мы набрали очень долго, с легкостью потом набрали две, а после двух мы с легкостью набрали четыре. И есть этот маленький нюанс, что первые подписчики даются очень тяжело. Мы пробовали контент снимать, у нас не получался, мы искали себя, мы искали свою нишу, искали свою методику, искали, как мы будем снимать. И в этом плане однозначно вы можете столкнуться с тем, что вам просто будет сложно выбрать свой формат. Первое время пытайтесь найти тот ролик, который сгенерирует большее количество просмотров, ну, как бы, и минут просмотра за сеанс. То есть, вот, сколько будет пользователь вас смотреть. Итак, мы заметили, что ролики нужно создавать. Если вы хотите продвигать YouTube-канал, вам нужно создавать ролики. Как вы видите, есть ролики информационные, есть ролики, которые зависят от тренда, есть ролики, которые снимаются для удержания подписчиков. Третий тип роликов не увеличивает количество подписчиков, но позволяет обычно удерживать аудиторию, которая находится. Иногда это могут быть проходные ролики просто, где вы рассказываете какие-то важные события, важные новости для вашей аудитории. Но, в первую очередь, вы должны помнить, что больше всего подписчиков дают первые два типа роликов. Если вы не снимаете в этих двух типах ролики, а только снимаете проходной контент, то, вероятнее всего, аудитория у вас будет стоять на месте. Есть такой нюанс, когда снимают ролики, то есть у вас там тысяча подписчиков, вас смотрят 800 просмотров, где-то в среднем 700-800 просмотров на ролик, и они не растут. Причина простая. Вы снимаете скучный контент, который только интересен этой аудитории, вот этой маленькой камерной аудитории. И вы можете увеличивать аудиторию за счет привлечения только извне, допустим, там с Инстаграма привлекать, с Фейсбука, с ВКонтакта. Третий тип роликов нужен, но он нужен только если вы действительно приучили свою аудиторию, что вы снимаете контент регулярно. Большая часть канала, с которыми я сталкивался, которые имеют прокоммерческую направленность, допустим, блогеры-обзорщики, они третий тип роликов снимают очень редко. Они чаще всего могут снять от такого плана ролики только там какие-то топы, какие-то обзоры, то есть для того, чтобы аудиторию удержать, заставить их комментировать, чтобы они захотели поучаствовать. Почему? Потому что просто, допустим, обозревать что-то рекламное, там, допустим, для кого-то, это, конечно, классно. Ребята иногда стараются, многие, но иногда это утомляет. А когда блогеры начинают между собой взаимодействовать и снимать какой-то необычный контент, это, конечно, очень сильно радует. Поэтому этот тип роликов обязательно снимайте так, чтобы это, в первую очередь, было интересно вашей аудитории. Здесь нет ключей, здесь только трендовые тематики, здесь только обязательно только то, что популярно, и здесь вам подойдет, конечно же, Google Trends. Следите за трендами, следите, что набирает популярность в данный момент. Про этот сервис, я, он, думаю, не требует представления, он очень успешен, очень популярен, и в Google Trends можно посмотреть, что набирает популярность в данный момент. Следите за Google Trends, смотрите, что набирает популярность и старайтесь это обсудить. Следите за публикациями в профильных площадках, например, оптимальный вариант следить за подписками на той же, на том же Reddit, на той же Quory, и банально следить за подписками в пабликах, про что идет более активное обсуждение, следить, какие паблики, какие посты набирают больше всего комментариев, и про это снимайте. На этом, собственно, все. Я думаю, я рассказал по максимуму много чего интересного. Если не интересно, напишите мне, что вам не понравилось обязательно. Я думаю записать целый цикл по продвижению, как набирать подписчиков, что нужно снимать, как заниматься YouTube. Поэтому задавайте вопросы в комментариях, какие вопросы не рассмотреть в следующем видео. И, конечно же, не забываем подписываться на наши подкасты. И до новых встреч!